Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Сегодня я хочу возобновить свою старую традицию снимать болталки и теги на природе. Сейчас я достану свое любимое кресло, усядусь поудобнее и выберу какой-нибудь тег. Наверное, давно не было таких видео, уже зрители писали, что соскучились по таким видео. Сегодня очень жарко, рыбачить мне пока не хочется. Я поснимаю тег, повышиваю, а ближе к вечеру уже пойду порыбачу и сниму видео для канала Жили-были. Ну, у нас, как всегда, ветер, тихой погоды у нас не бывает, может быть, к вечеру стихнет ветерок. Я очень надеюсь, что не будет вызывать микрофон и звук будет нормальный. Поскольку с таким разъемом я не могла найти микрофон. Этот тег называется «От зрителя» на канале Ксюши Арчи. Ссылочка под видео будет на канал. Такой тег... В общем, Ксюша собрала вопросы, которые ей задавали зрители или одна зрительница, но это не так важно. В общем, все, что интересно зрителям, мы будем рассказывать в своих видео. Для новых зрителей моего канала учтите. Высказываться, возможно, по некоторым вопросам буду резко. Буду говорить все так, как я думаю. Я не умею подбирать слова. Если я в трансляциях или в каких-то своих вышивальных видео еще подбираю слова, думаю, как сказать, что сказать. А когда я на природе, я максимально расслабленная, мне совершенно не хочется как-то изворачиваться, что-то юлить. В общем, я так не привыкла. Я привыкла на все вопросы отвечать, прямо говорить то, что я думаю. Поэтому, чтобы для вас не было неожиданности. Мне написала зрительница, что я потеряла свою индивидуальность, начала подстраиваться под ютубы и подбирать слова. Ну, об этом мы еще с вами порассуждаем. Как я люблю ответить на вопросы тега, а в конце уже порассуждать на какую-либо тему. И вот сегодня я буду рассуждать на эту тему. Как влияет ютуб на блогеров. Ну, в частности, на меня. Да, я же о себе буду говорить. Ну, в общем, хочу подискуссировать на эту тему. Ну, если кого-то не устроят мои ответы, ну, что я могу с этим поделать? Это мое личное мнение. Оно не обязательно должно совпадать с вашим. Даже не должно и не обязано. Было бы странно, если бы мы все мыслили одинаково. Естественно, я буду отвечать так, как думаю я. Приступим. Первый вопрос. Будете ли вы продолжать снимать видео, если перестанете вышивать? Я не только прошу снимать видео. Я наоборот буду снимать еще чаще. У меня три канала. Солнечный цветок. Там дача у меня, сад, огород. Блогерский канал жили-были. И вышивка. Если бы вышивка не занимала такое количество времени, то у меня освободилось бы время для развития тех двух каналов. Потому что снять видео, смонтировать и выложить на все три канала я не успеваю. Если за вышивальным каналом я слежу, я как-то стараюсь на все вопросы зрителей отвечать. Если просят о чем-то снять видео, я стараюсь снять трансляции, эти часовые ведут. А тем каналам я уделяю мало времени. И я думаю, что я зря это делаю, мало времени уделяю. Потому что я два года не выкладывала видео на канал Солнечный цветок, но у меня там 8 тысяч подписчиков. Как это не казалось бы странным, тот канал идет нога в ногу с вышивальным. Хотя я все свободное время посвящаю вышивке и вышивальному каналу. Тем каналом я практически не занимаюсь. Я понимаю, что если бы я вплотную занималась бы другим своим каналом, то он набрал бы намного больше подписчиков. Это логично, потому что огородников больше, чем вышивальщик. Ну и если бы я занималась своим каналом блогерским, там тоже бы я уже набрала больше подписчиков. Там 2 тысячи. Но для блогерского канала, если выкладывать видео всего раз в месяц, 2 тысячи человек, это тоже очень хорошо. Поэтому я так делаю вывод, что за любой канал, за который я бралась, у меня все получается. Только нужно отдавать максимум силы времени и посвящать полностью себя ведению канала. Но для того, чтобы мне показать свои результаты на вышивальном канале, мне нужно много-много времени для вышивки. Поэтому вот даже сейчас нет бы ходить снимать блог, я буду сидеть вышивать. Если рыба клевать не будет. Если рыба будет клевать, может быть, что-то сниму. Ну, в общем, у меня вышивальный все равно остается в приоритете. Хотя я не столько вышивальщица, сколько блогер. Я себя ощущаю больше блогером, чем рукодельницей. Второй вопрос. Вы пришли на YouTube за славой. Как изменилась ваша жизнь, когда вы стали известны в рукодельном сообществе? У меня много видео на эту тему в самом начале, как только я начала вести канал. Я пришла сюда за общением. Но я сразу честно сказала, что если на моем канале будет много подписчиков, и если будет монетизация, если YouTube будет приносить мне хоть какой-то доход, я буду очень рада. Я смогу тогда пропустить полезное с приятным. И вот сейчас хочу сказать, что я, в принципе, своей цели достигла. Для рукодельного канала 9 тысяч подписчиков – это очень даже хорошая цифра, поскольку многие, кто был здесь до меня, и 5 тысяч набрать не могут. Но слава богу, что у меня получилось. Если вы внимательный зритель моего канала, то вы можете проследить все мои вышивки, все, что я делаю. Если бы я пришла сюда за какой-то славой, наверное, я бы кинулась вышивать то, что вышивают все. Авторские схемы, деменшемсы, мандалы, бахеры, сэмплеры. Но я до сих пор этого не делаю и не собираюсь этого делать. Авторские схемы я некоторые приобрела. Ну, а все они в моем вкусе, которые резко отвечают от других флогеров. Здесь их, наверное, шуршать будет зараза. Очень жаль, если придется переснимать. Потому что второй раз отвечать на те же самые вопросы сложно, и так не получится, как в первый раз. Так, четыре часа заискупался, я смотрю. Так что, если я пришла бы за славой, я бы, наверное, гналась за какими-то популярными темами, привлекала большую аудиторию. Но я своему вкусу не изменяю. Как я любила, цветочки, ягодки, собачки, кошечки от чудесной иглы. И так я их и вышиваю. О, а хочешь показать? Он показать будет? Как палку из воды выстает. А, так он палку из воды выстает. Ну, мы на блогерском канале покажем. Давайте мы на вышивальне снимем. Я потом не буду седать. А, ты потом не будешь седать? Ну, вот как мужчинам отказать? Вот кому я должна угодить? Зрителям или своим мужикам? Конечно же, своим. Вот так я развиваю свой канал за славой. Кто спрашивает за славой, я пришла или нет? А ты меня, видишь, отвлекаешь. Ты хочешь показать, что мне семья важнее, чем ютуб? Да, это действительно так. Друзей и семью я никогда не променяю ни на какую славу. Как видите, на природе приходится отвлекаться. Ну, а здесь у нас отдых, поэтому все буду снимать в вольном стиле. Так, третий вопрос. А, здесь еще в втором вопросе я не ответила. Как изменилась жизнь, когда вы стали известны в рукодельном сообществе? Если честно, я не знаю, насколько я известна в рукодельном сообществе. Я общаюсь в основном с теми людьми, которые писали мне комментарии, которые сами выходили ко мне на контакт. Я только в последнее время начала писать комментарии, начала читать комментарии у других блогеров. Я, честно говоря, даже не знала, что обо мне пишут, что обо мне говорят. Но когда я стала заходить в последнее время в комментарии к другим блогерам, очень часто стала видеть там свое имя. Какую бы тему ни обсуждали, и обязательно заденут. Сейчас Инесса снимет флешмоб на какую-то там острую тему. Сейчас Инесса там еще что-то сделает. Сейчас Инесса еще что-то сделает. У меня даже возникло вообще впечатление, а кроме Инессы еще есть другие блогеры на рукодельном ютюбе. Но есть хорошая пословица. Если говорят за нашей спиной, значит мы впереди всех. Поэтому вот делаю вывод. Если уже стало мое имя как-то где-то обсуждаться, и мои видео обсуждаться, и как блогеры меня стали обсуждать, неважно, в хорошем свете, в плохом, но если обо мне говорят, значит меня рукодельницы знают. Так что, наверное, можно сказать, что да, в рукодельном мире как-то уже мое имя известно. Но на мою жизнь это вообще никак не повлияло. Я как жила, так и живу. Как общалась со своими подругами, так и общаюсь. И какие я смотрела видео в самом начале, когда пришла на ютюб, я до сих пор продолжаю только их смотреть. Да, мне многие девочки новенькие скидывают ссылку на канал, чтобы я зашла, посмотрела. Я захожу, я смотрю. Но, к сожалению, смотреть все видео от и до я физически не успеваю. Поскольку кроме вышивки у меня еще есть много других увлечений. Поэтому сказать, что как-то повлияло это на мою жизнь, абсолютно никак не повлияло. Я сама, я, да, где-то я изменилась. Мы об этом еще поговорим дальше. Там, по-моему, есть такие вопросы. Но если нет, в конце мы обсудим. Я изменила свое отношение к рукодельному ютюбу. Но жизнь мою это никак не изменило и никак не повлияло. Третий вопрос. Все ли вершины рукодельного творчества вами взяты? Безукоризненные крестики, бэк, сложные схемы и так далее. Я изначально никогда не ставила цель достигнуть каких-то вершин. Я пришла на ютюб не для того, чтобы хвастать, что я умею, а для того, чтобы здесь найти общение единомышленников. Я уже говорила. Ну и развить свой канал для того, чтобы его смотрели и получать с этого какой-никакой доход. Вот это были мои цели. Кого-то чем-то удивить. Я считаю, что мы живем в таком мире, что удивить здесь никого ничем невозможно. Даже если я буду делать идеальные крестики, идеальную изнанку, всегда найдется человек, который будет во мне копаться и который найдет кучу недостатков, придерется, что я не умею, что я еще не так делаю. И я видела каналы с идеальными крестиками и с красивой изнанкой. И под ними также были какие-то неприятные комментарии. Поэтому я это видела, я это знала. И никогда не старалась достичь каких-то высот и вершин. Но это касается не только рукоделия. Это касается, допустим, огород. Я сажаю, я стараюсь, но я не хочу кого-то переплюнуть. Я прекрасно понимаю, что в столичных городах там такие огороды, у нас в провинции таких домов нет. Какие у них дома на дачных участках. И я смотрю каналы блогеров, у них на дачных участках даже посудомоечные машины стоят. У нас их нет даже в квартирах. Но, во всяком случае, у моих знакомых и друзей, и родственников ни у кого нет посудомоечной машины. Ну, провинциальный город, да. Но здесь как-то это не принято. Не знаю. Есть, конечно, у нас есть отдельные районы, где там, да, там шикарные дома. Я понимаю, но где эти районы и где я, да. То есть никогда я не старалась в чём-то переплюнуть. А вот не в ремонте, когда я его дома делаю, не на огороде, когда я сажаю свои кусты. Я просто показываю то, что я делаю. Я показываю то, что я люблю, что мне нравится. Ну, ты грязный, Ричард. Даже не ставила такую цель. Если в процессе ведения канала я где-то росла, где-то я что-то улучшала, ну, это как-то получалось неосознанно. Ну, естественно, когда уже 2-3 года вышиваешь, там, само собой, уже какой-то навык приобретается. Потом скучно одно и то же вышивать. Может быть, иногда хочется что-то другое попробовать. Но это ни в коем случае не для того, чтобы удивить и кого-то переплюнуть. То есть, не знаю, вершины подельного творчества. Даже как-то я не понимаю, а где вершина? Где вершина? Если я купила авторскую схему, вот Леля, да, буду её вышивать, а кто-то вышивает сэмплер или миробилию. Как понять, где вершина? В чём вершина? Ну, бэк я умею делать, крестик умею, полокрестик умею, четверть крестики умею. Ну, там, бакладную нить я ещё не пробовала. Но у меня, когда будет соответствующий сюжет, я так же этому научусь, так же это буду делать. Но это не сама цель. Я вышиваю тот сюжет, который мне нравится. Если там будет сложная схема, я буду её вышивать. Но выбирать сложный набор только для того, чтобы кого-то удивить, я этого делать не могу. Четвёртый вопрос. Как вам акварельные сюжеты и мода на них? Про акварельные сюжеты... Я сама по себе не люблю акварельные сюжеты. Даже в живописи я люблю картины маслом, я люблю портреты. Но вот там по себе акварельные картины. Сами по себе они меня как-то не особо привлекали. Но, естественно, схемы и разработки по этим картинам как-то тоже меня не вдохновляют. И мода. Мода на них. Я не вижу никакой моды. Я люблю то, что вышиваю я. Если кому-то нравится, то пусть вышивают. Я с удовольствием посмотрю, как они это делают. Но если мне не нравятся акварельные рисунки, почему я должна их вышивать? И я даже не понимаю, что значит мода на акварельные сюжеты. Если их стало много, это потому, что они пользуются спросом. Но это не означает, что это модно или не модно. Я вообще к моде, знаете, как отношусь? Был тег, да, модный или не модный. Мне не захотелось на него отмечать. Я уже высказывала свое отношение к моде. Что такое мода? Это конкретный человек придумал какой-то стиль и назвал его модным. И давайте все будем этому подражать и все будем так делать. Я никогда не гонюсь за модой. Я никогда никому не подражаю. Я считаю, что человек теряет свой стиль и свою индивидуальность в погоне за модой. Например, говорят, в этом сезоне модно такой-то цвет. Кто это сказал? Кто это сказал? Да, есть законодатели моды, есть модные показы, там ходят эти модели. Ну где я и где эти модели? Почему я должна делать то, что носят они? Это на меня и не налезет. Даже если бы шили платье моего размера, ну прошлась бы я по подиуму, я куда его на огород бы одела, или вот сюда я его на речку это платье одела. Или, например, скажут, какой цвет модный в этом сезоне. Я люблю цвет голубой, бирюзовый, ну иногда вот красный, да, у меня маечки. В основном вот мой бирюзовый, голубой, мои любимые цвета. Если мне скажут, что в этом сезоне модно фисташковый, я все равно его не одену, потому что я его не люблю. Вот так я отношусь к моде, понимаете? Если кто-то что-то навязал кому-то, ради бога, это не значит, что я должна тоже за этим гоняться. Ну вот это мое отношение к моде в целом. Поэтому, если многие любят акварельные сюжеты, пожалуйста, пусть вышивают, но это не означает, что они модные, что они в тренде. Так, пятый вопрос. Считаете ли вы, что сейчас у фирм количество сюжетов превышает качество? Нет, я так не считаю. Я считаю, что фирмы, как они и были, вот два года назад, какие фирмы я вышивала, такие фирмы я и сейчас вышиваю. Если даже какие-то и появляются новые, но это единичные, я не скажу, что прям повально появились фирмы-производители, которые штампуют все, что попало. Но фирмы, с которыми я сталкивалась, они наоборот растут. В плане разработки схем, допустим, чудесная игла очень шагнула, в плане комплектации очень шагнула вперед. Вот я имею в виду, что раньше Bestex нитки, были сейчас гамма, гаммовская комплектация. И схемы там также встречаются, даже вот у меня спаниелька собачка я вышивала, там были также четверть крестики, глазки, когда я вышивала. Так что, а какие прекрасные разработки. Вот сейчас я вышиваю Дольче Витту и похожих сюжетов очень много. Я считаю, это такие шикарные разработки. Так что, я не скажу, что фирма-производитель ветер, наверное, будет ужасно исключить. Я стараюсь громче говорить, чтобы мой голос ветер не заглушал. Очень жаль будет, если ветер помешает. Шестой вопрос. Не кажется ли вам, что в последнее время на рукодельном YouTube чрезмерное раскланивание блогеров, подбирание слов, дабы не обидеть и не оскорбить своей неправильной речью, мятый конвой, делает всех одинаковыми. Теряется ваша изюминка, индивидуальность, мешает ли вам это. Хочется ли сказать крепкое слов то или поэкать. Но насчет бег, мег, эк, я считаю, над этим все-таки как-то мы должны работать. Если мы блогеры, то немножко нужно следить за речью, учиться. Хотя, естественно, мы не профессиональные ведущие. И мы не обязаны говорить по напечатанному тексту. У каждого ведущего есть примерный текст, о чем он будет говорить. У нас никакого текста нет. Мы, как правило, все снимаем экспромтом. Поэтому бег, мег, это неизбежно. Оно всегда будет. У нас профессиональные ведущие на первом, втором российском канале. Они тоже мычат и бегают, мекают. Я это часто замечала. Поэтому я не считаю это очень серьезным недостатком, когда мы сидим в прямом эфире или когда снимаем вот такие болтологические видео. В этом нет ничего страшного. Насчет крепкого словца. Да, я и люблю иногда поворожаться, но тоже нужно следить именно на рукодельном канале. На блогерском, если еще и можно допускать, то рукодельный канал, возможно, смотрят дети. У нас нет 18+, да, или вот, допустим, блогерский канал. Понятно, что блогер там может неизвестно, что вытворить, неизвестно, что сказать. А сюда все-таки дети заходят. Надо иногда стараться следить. Но то, что мы не можем высказывать прямо свое мнение, да, это на рукодельном ютубе появилось. Вот буквально недавно это началось. Когда появились блогеры, которые явно пришли сюда не за общением, они пришли сюда за скандалом. И это явно всем видно и явно понятно. И, кстати, очень видно по количеству подписчиков то, чего рукодельница добилась именно на рукодельном канале. Это рукодельный все-таки канал. Это не скандальные каналы, где нужно выплескивать весь свой негатив в комментариях. Я всегда думала, что рукодельницы по большей части люди интеллигентные. Но я ошибалась. Если мы здесь спокойно тусовались два года и все было прекрасно, в последнее время начал твориться действительно трэш. Многие блогеры либо бросают каналы, либо стараются очень мягко выражаться. Или вообще не выражать своего мнения по той или иной ситуации. Но мы же блогеры. Если мы показываем свою вышивку, там мы говорим о вышивке. Если мы отвечаем на вопросы тега, здесь не только о вышивке, здесь и о блогерстве, здесь и о зрителях, о комментариях. Естественно, что мы будем высказывать свое мнение. Ну а как по-другому? Я же не могу ответить на вопрос про авторское право, сказать, ой, извините, я этот вопрос пропущу, не хочу отвечать. Тогда зачем мы вообще здесь сидим на YouTube и зачем вообще мы ведем канал? Ну вот я вам говорю просто свое отношение. И благодаря вот этим недоблогерам и недорукодельницам, почему я их называю недорукодельницей, потому что даже если они хорошо вышивают, они полностью должны посвящать свой канал творчеству и вышивке, а не обсуждению других блогеров поименно. Но появляются эти блогеры, заходишь, и там по именам. Сегодня одного блогера парафинит, завтра другого, послезавтра третьего. А в комментариях вообще полный трэш. Я не понимаю, для чего люди сюда пришли. Да, я тоже касалась жестких тем. Да, я тоже снимала какие-то такие моменты жесткие, но когда мое имя где-то плоскали, где-то как-то меня втягивали в какой-то скандал, но никогда у меня не было видео, чтобы я сказала, вот вы знаете, вот это вот блогер, там, к примеру, Алина, Алина, привет, Алин, про тебя все говорят, и я. Вот она такая-сякая, там тот и сет, да. Или как на Риту вот сейчас накинулись, да. Там в комментариях ужас, что творится. И зрители выплеснули там свой негатив именно к блогеру. Там касалось уже не вопрос авторского права, а прям чувствовался негатив именно к блогеру, как будто искали удобный момент, когда же можно все это выплеснуть. Но я понимаю, что Рита яркий блогер, и многим это не нравится, и хочется как-то высказаться. В принципе, поэтому я ее и смотрю. Да, ее мнение во многом отличается от моего. Ее отношение там к гей-культуре, там еще к чему-то может резко отличаться, потому что она живет в другой стране. Но она и не обязана думать и мыслить так, как я. Но я уважаю ее как блогера. Она не боится высказать свое мнение. Да, может быть, это мнение кому-то не нравится, но она его высказала, она не побоялась. А вот от того, что другие боятся высказать свое мнение по той или по иной ситуации, все на одно лицо стали. Все стали, ну, показывают одни и те же вышивки. Получается, что смотреть и слушать будет нечего. Может быть, поэтому рукодельный YouTube, он ограничен. Здесь мало. Мы все здесь друг друга знаем. По сути, нас очень мало. Если других блогеров много, вон я садоводов открою, их столько, что у всех садоводов. А рукодельниц мало. Мы все друг друга по-ременно знаем. Знаете, как в маленькой деревне. Вот. Ну, в общем-то, и отношения уже стали между блогерами, как в этой маленькой деревне. Знаете, ума много не надо, чтобы выйти на улицу и орать. А ты такая, такая-сякая там. Убери казус моего огорода. Вот то же самое стало твориться на рукодельном YouTube. Хотя, когда я сюда пришла, я думала, что у рукодельницы люди интеллигентные. То, что творится сейчас, рукодельный YouTube скатился уже вполне же приемлемо по уровню общения. Ну, хотите обижайтесь, хотите, нет. Хотели, правда, я вам ее сказала. Седьмой вопрос. Плачут ли ваши запасы в ожидании своей очереди? Если есть ощущение, что половина из них так и не дождет своего часа. Мои запасы не плачут. Мои запасы радуются, что они попали в хорошие, добрые, надежные руки. Почему они должны плачут? А вот есть ли ощущение, что половина из них так и не дождется своего часа? Это больной вопрос. Когда человек молод и полон сил, и у него большие планы, человек не думает о будущем. Когда человек уже под 50 и здоровье подшалилось, каждый человек задумывается, особенно когда болеет, а сколько еще проживет. Ну и не секрет, что у всех появляются какие-то диагнозы серьезные. И естественно люди задумываются, а сколько я проживу и успею ли вышить. Но это ужасный момент, я вам скажу. Такие моменты мне хочется еще больше покупать, чтобы об этом не думать. Поэтому вот этот вопрос, он даже болезненный для людей. Мы его когда спрашивают, а вы успеете это все выше. Я всегда отвечаю, а вы меня что, завтра хоронить собираете? Не нужно об этом думать совершенно. Есть возможность покупать? Покупайте. Есть желание? Покупайте. Нету желания? Не покупайте. То есть никто не заставляет. Восьмой вопрос. Ругаете ли вы себя за большое количество начатых процессов? Осталась ли еще вышивальщица одного процесса? Я себя не ругаю. Я это делала сознательно, чтобы зрителям было интересно наблюдать за процессом. Я вышивала достаточно быстро. И у меня много готовых работ за время пребывания на YouTube. Я, кстати, не сняла еще видео о всех готовых работах за последние два года. Мне так не хотелось пересаживаться в машину, но такое ветрище, ну, для нас это норма такой ветер. Я боюсь, что не получится у меня нормального видео. Хотя очень хочется сидеть на природе. Шуршит. Теперь Ричард в окно мне стучит. Мальчик мой, иди к папе. Маменькин сынок. Папа рыбачит вот маменькин сынок. Так, значит, запасы мои не плачут. Я их все равно вышью. Начатых процессов у меня много, я себя не ругаю. Я думаю, зрители, которые нас смотрят, им тоже хочется начать несколько процессов. Но те, кто Ютуб не смотрит, то вышивают один процесс. Я думаю, что это влияние Ютуба. Девятый вопрос. Почти у всех есть рулон неоформленных работ. Как с ними поступать? Если вешать картины, уже некуда, дайте совет. Но если некуда вешать, пусть лежат в рулонах. А какой смысл их оформлять и куда положить? Если у нас квартира маленькая, мне некуда сложить оформленные работы. А куда я их положу? Ну естественно, они будут в рулоне. А какая разница? Это даже может быть удобно. Вот я пошла навстречу вышивальщиц, все девчонки свои рулончики принесли, а я ничего не принесла. А мне нечего было принести, потому что у меня все картины были оформлены. Теперь у меня есть и не оформленные. Пока за время ремонта они накопились, но они так мало засунули. У меня нет такого большого шкафа или такой большой кладовки, куда я аккуратненько могу оформленные картины. А вот девчонки говорили, можно менять композиции. У меня нет такого большого шкафа. Вот у меня сейчас рассованы они за шкафом, там они где-то за полкой рукодельной. Мне жалко. Багет пылится, царапается. Ну какой смысл тратить деньги на багет, чтобы оно все пылилось за шкафом. Это мое мнение. И если некуда вешать, пусть они лучше лежат в рулонах. Ничего в этом не вижу плохого. Абсолютно. Десятый вопрос. Может ли быть нынешняя рукодельница современной и модной? А что только старухи могут быть современной и модной? Почему нынешняя рукодельница не может быть современной и модной? Но я вам уже говорила, как я к моде отношусь. В любые времена были люди харизматичные. И они, эти люди, как правило, они не подражали моде. Ну кого возьмем? Вот ну если брать яркие примеры, да, возьмем яркие примеры. Иди, мой мальчик, иди к папе. Вот давайте возьмем яркие примеры, да, какие-нибудь Федосеева Шукшина. она всегда была русская женщина в обычных нарядах, с обычной прической. Она никогда не следовало подражать какой-то моде, но она всегда была популярна, всегда была интересна, самобытна, собственно, как и Шукшин. Его неправильная речь, это сейчас она неправильная, это настоящая русская речь, она до сих пор в моде, ну, я имею ввиду, не в моде, а в тренде, до сих пор эти фильмы популярны. Меня часто поправляют, я уже говорила, у нас говорят, вздеть нитку в иголку. Мне на ютубе стали писать, нужно говорить вдеть, фиг вы угадали, это старинное русское слово, вздеть. Если вы смотрели фильмы Шукшина, там профессор ездил по областям и собирал наречия. Одно и то же слово в разных регионах произносится по-разному. Вот Светланка наша Абакарова сняла видео про компот, и там она называет трехлитровые банки баллонами. Столько ей писали про эти баллоны, ну, товарищи, возьмите вы, вот есть гугл у всех, погуглите, посмотрите, во многих регионах трехлитровые банки называют баллонами. Вы, может быть, об этом не знали, и я об этом не знала, но да, действительно, такое есть в Дагестане двухлитровая банка, литр банка, а три литра это баллон. Это реально так. И даже есть такое, погуглите, это действительно есть во многих регионах, трехлитровые банки называются баллонами. Так Светланка и в школе учила русский язык, и там также их учили, что двухлитровая это банка, а три литра это баллон. Если об этом вы не знаете, не обязательно писать сразу блогеру в комментариях. Вот я о чем говорю? Что значит модно, не модно, современно, не современно? В каждом регионе своя мода, в каждом регионе свои какие-то наречия, диалекты, привычки. И это не означает, что мы отсталые, что мы отстали от жизни. У нас очень есть даже много, у нас есть много блогеров из провинции, которые ужасно говорят неграмотно. Но у них миллионы подписчиков, потому что они харизматичные. Жарко. Теперь мне душно. Вот. Так что... Все, мне жарко. Так что вот что значит такое мода, не мода? Я не боюсь быть не модной. Я могу сейчас одеть свою косынку, сесть и вышивать свою чудесную иглу, и я не буду совершенно комплексовать по этому поводу. Главное, чтобы я была интересна. Мне совершенно все равно, как меня будут люди считать, современной или модной. Я считаю, это такие условности. А мало ли у нас таких девиц, которые модные, в тренде, одеты от кутюр, но глупые, настолько, извините, тупорылые, я по-другому сказать не могу, что когда они выходят на центральные каналы, народ ржет просто над ними. Причем миллионы людей ржут над одной дурой, которая хочет показаться умной, и современной, и модной, а на самом деле тупая, как пробка. Так что мне совершенно вот все равно, что такое мода, и мне плевать на это. Так, одиннадцать. Кстати, я бы даже сказала, что стремиться к моде, это зависимость своего рода. Вот у меня есть вот эта одна майка, я ее буду носить, пока она не сотрется до дыры, совершенно не буду комплексовать. А человек, который старается быть модным, он в одном наряде уже два раза даже не выйдет. Вы представляете, насколько этот человек зависим от тряпок? Я не представляю. Я привыкла жить свободно. Свободно, не вгоняя себя в рамки. Вот это все такие условности, которые просто мешают нам жить и чувствовать себя свободно и раскрепощенно. Одиннадцатый. Какую бы суперспособность вы попросили бы у рукодельной феи? Быстро делать бэк, сразу оформлять работы, виртуозно шить, прикладные вещи, быстро вышивать, иметь много стен. Но иметь много стен это не суперспособность. Оформлять сразу работы это не суперспособность. Это вопрос финансов. Есть деньги, будем, покупим большую квартиру и будем все картины сразу оформлять и вешать на стены. Я вот это бы вычеркнула. А быстро делать бэк или... Ну, я достаточно быстро и так вышиваю. Да и бэк меня никак не напрягает. Но у меня не было таких картин, где было огроменное количество бэка. Как-то был в меру и меня он не напрягал. Когда будет, тогда уже я смогу на этот вопрос точно ответить. Вот суперспособность. Я бы попросила суперздоровья, чтобы мой позвоночник мне позволил много вышивать и зрения, чтобы у меня было хорошее. Кстати, вопрос тоже. Ну, Ричард, ну ты грязный и мокрый. Иди назад. Иди назад сядь. Грязный меня всю поперепачкал. Как я буду снимать? Вот теперь на блогерский канал буду как свинья вся грязная. А потом напишут, что у вас штаны грязные? Ну, потому что грязные, это же природа. Так. Ну, в общем, хорошее, кстати, про... Да, про зрение мы говорили. Про идеальные крестики. Идеальные крестики это не всегда заслуга мастерицы. Это еще и заслуга ее возраста. Если я посмотрю свои картины три года назад, на некоторых там даже ровнее крестики, чем сейчас. Когда у меня резко упало зрение, крестики стали кривые. Теперь заказала очки помощнее, и крестики стали ровнее. Но не забывайте, что у многих возрастных блогеров может уже и катаракта быть, и внутриглазное давление, и вот такие нюансы в глазах все расплывается, даже в очках. Поэтому молодость, к сожалению, очень быстро проходит, и также проходят ваши суперспособности. Уже мы не такие ловкие. Так что попросила бы у феи здоровья и зрения. Ну, зрение это к здоровью относится. Вот единственное, что бы я попросила. Все остальное с хорошим здоровьем можно гору свернуть. Так, 12. Вы вышиваете только то, что подойдет к интерьеру или для души? Только для души, только. Никогда не смотрю, подойдет к интерьеру или нет. Все картины будут висеть сплошняком на одной стене. Даже багет я подбираю к самой работе. Я не подбираю особенно к интерьеру. Так что только для души, только тот сюжет, который мне нравится, я покупаю и мне совершенно плевать, где он будет висеть. Когда я его вышью, потом я решу, где будет висеть. На даче, в квартире, еще где-то. Так, 13. Представьте, что у вас украли все запасы, ваши действия. Куплю то же самое, ура, теперь можно скупать новинки. Больше не буду делать запасы, буду покупать и вышивать один набор. Нет, я куплю все то же самое, что у меня есть. Абсолютно каждый набор в моей коллекции любимый. Выбирала я его не с бухты, барахты, я уже рассказывала, как я выбираю. Я очень долго думаю, в корзину положу, потом уберу, потом опять положу. И если он у меня там долго лежит, только потом я покупаю. Потом смотрю, отшивы, слушаю, довольные или недовольные люди, которые вышивают. перестань. Нельзя машины ездить. Вот. Смотрю, довольные или недовольные блогеры этой работы. Если довольны, то я покупаю и вышиваю. Вот. Так что перестань. Вот видите, машины проезжают онлайн. Перестань. Нельзя так себя вести. Тихо. Вот. Так что так что так что куплю все то же самое. Вот. То же самое куплю и буду вышивать. Все абсолютно любимые. Смотрю, девчонки делают расхомячку. Я иногда тоже думаю, может мне что-то продать, а потом начинаю перебирать в голове все свои наборы. Ни один не хочу продавать. Абсолютно. Мало того, я хочу все их вышить. Еще ни разу не было, чтобы какой-то набор у меня пролежал, и я перехотела его вышивать. Но это еще раз говорит о том, что я не делаю никогда необдуманных покупок. Даже если я пошла в магазин, вот в хозяйственный, да, и увидела там наборы, и купила их, я показывала, да, в предыдущих видео, но это не была необдуманная покупка. Именно эти наборы я хотела купить. Я до этого с подружками их обсуждала и вела разговоры именно об этих наборах. Поэтому это тоже не были спонтанные. Это были спонтанные покупки, но обдуманные. Так что все, накупила бы то же самое и точно так же бы начала вышивать. Единственное, процессы сократила бы до минимума. Но я уже говорила, я хочу вышивать одну работу на 14-й конве, одну на 16-й, одну на 18-й, одну на равномерке. Вот. А еще на 11-й. А сейчас по жопе, да. Вот. А еще на 11-й у меня еще есть. Ну вот так. Вот у меня сейчас есть несколько работ на 14-й конве. Конечно, нужно сократить. Не нужно на 14-й конве несколько начинать. Но так совпало, что мой кружевной букет, он в таких коричнево-бежевых тонах. Я до этого, я вышиваю белых лебедей и до этого я вышивала белые розы от Риолис. Все на 14-й конве в бежево-белые, бежево-коричневые цвета. Если честно, я устала. Мне захотелось ярких красок и я взяла чудесную иглу. Тоже тяжело. Одним и тем же цветом вышивать три картины подряд для меня тяжело. Так. Ну, я надеюсь, на все вопросы я ответила. Может быть, если сейчас памяти хватит на флешке, я порассуждаю на какие-нибудь еще вопросы. Еще хотелось бы мне порассуждать вот на этот вопрос, как изменилась жизнь, когда я стала блогером. Не жизнь изменилась, а отношение к Ютубу у меня очень изменилось. Если я до этого была очень открытым человеком, я пришла сюда, доверяя абсолютно всем. Мне хотелось со всем миром поделиться, мне хотелось многое что рассказать. Но я поняла, что смотрят нас не только те люди, которым мы нравимся, но и почему-то нас смотрят люди, которым мы не нравимся. Для меня это было открытием. Я сейчас не лукавлю, я это честно говорю, потому что в реальной жизни мы можем себя оградить от тех людей, которые нас не любят. Мы можем с ними не общаться, мы можем не звать их к себе в дом. А здесь нас смотрят все. Мы не можем выбирать зрителя, который нас будет смотреть и который нас не будет смотреть. И я поняла, что здесь есть определенные люди, но я считаю их мазохистами. Они смотрят блогеров, которые им не нравятся. Я никогда не смотрю блогеров, которые мне не нравятся. У меня на это абсолютно нет времени. Когда они успевают, я думаю, что они каким-то образом, я не знаю, меня я понимаю, почему смотрят. Я многих заражаю своей энергией. Они смотрят для того, чтобы подзарядиться, как-то у них сразу жизнь кипит, там они что-то шевелятся, что-то начинают делать. Даже если они меня ненавидят, они все равно смотрят. Я уже это поняла. Но вот именно из-за таких людей уже не хочется рассказывать что-то лишнее. Да, вы правильно заметили, что мои последние видео все на рукодельном ютубе были исключительно про вышивку, только конкретно по процессам. И мне не хотелось разглагольствовать, что-то сидеть, вот как сейчас я ля-ля развожу, да, и высказываться вот на такие острые темы. Потому что я знаю, что за этим последует. Я знаю, что будут писать комментарии. Комментарии опубликовать паршивые не буду. Они у меня на одобренных, но эти люди уже знают, они не пишут на моем канале, они обсуждают меня на других каналах. Мне не хотелось, чтобы меня обсуждали на других каналах, и поэтому я сократила свой рукодельный канал вот только до вышивок. И что интересно, когда я начала снимать только про вышивку, я заметила, что под другими видео очень часто стали флешмоб вспоминать, который был полтора года назад и который был популярен на Ютубе. Популярен, потому что кто-то был за им, тема нравилась, кому-то она не нравилась, но их бесило, что я этой темой привлекла народ на свой канал. Хотя делала я тогда это несознательно. Я сейчас уже могу разбираться, что привлечет внимание, а что нет, на тот момент я все делала только на эмоциях. Я реально была какой-то наивной, сейчас я уже не такая наивная дурочка, какой я пришла на Ютуб, меня многому Ютуб научил, что не обо всем можно рассказывать, не все можно доверять незнакомым людям. То есть вот эта душа нараспашку, она не всегда хорошо с незнакомыми людьми. Вот так вот изменил меня Ютуб. И очень обидно, что меня изменил рукодельный Ютуб. От рукодельниц я, конечно, не ожидала. А вот эта фраза «известность в рукодельном сообществе». Вы знаете, известность в рукодельном сообществе – это вещь недолгая. Как вы стали известными, так вас забудут на следующий день, после того, как вы перестанете вести свой канал. Поверьте, на ваше место придут другие блогеры, сменят вас, и про вас никто и не вспомнит. Поэтому, если кто-то сюда пришел, набрал подписчиков небольшое количество и уже считает себя известным и считает, что имеет здесь какой-то вес, поверьте, это далеко не так. Даже блогер, у которого 100 тысяч подписчиков, для Ютуба – это ничто. Недавно блогеры-миллионники у блогеров-миллионников поудаляли каналы. Ну, это не рукодельные блогеры, но неважно. Получается, что ни для Ютуба, ни для зрителя они особой ценности не представляют. Их смотрят, пока они снимают видео. Как только они перестанут снимать или их удалят, народ их быстренько забудет. На их место придут другие. Поэтому, если даже у кого-то появляется такая мысль, что они очень известны и они добились каких-то высот, спуститесь с небес на землю. Чем выше вы поднимаетесь, тем больнее падать. Это народная мудрость. Поэтому сильно не звездитесь. Будьте самими собой. Не бойтесь быть нелепыми, не бойтесь быть неграмотными, не бойтесь быть немодными. Если вы человек интересный, вас все равно найдут, вас все равно будут смотреть. И чем больше у вас поклонников, тем больше у вас будет завистников и людей, которые вас ненавидят. В этом и заключается жизнь. Особенно публичная. Пусть мы хоть чуть-чуть с вами, но люди публичные, да, нас смотрят. Поэтому это обратная сторона медали. Чем больше людей вас любят, тем больше вас будут ненавидеть. Все. Надеюсь, я достаточно искренне и честно ответила на все вопросы. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Тимур, что клюет? Сягушки или карасики? Карасики. Я тоже хочу ловить карасиков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok